Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Летопись веков». Сегодня 1 февраля, в этот день во всемирной истории. В 1411 году Польша и Литва заключили с Тевтонским орденом Первый Торуньский мир. В 1587 королева Англии Елизавета I подписала смертный приговор шотландской королеве Марии Стюарт. В 1793 революционная Франция объявила войну Великобритании. В 1842 император Николай I подписал указ о строительстве железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой. В 1931 родился Борис Ельцин, первый президент Российской Федерации. 1 февраля 1411 года Польша и Литва заключили с Тевтонским орденом Первый Торуньский мир. Мирный договор был подписан в городе Торунь, немцы называли Торн. Он завершил так называемую Великую войну 1409-1411 годов, которую Тевтонский орден вел против Королевства Польского и Великого Княжества Литовского. Военный конфликт возник из-за стремления Литвы вернуть Джимайтию, а также вследствие постоянной военной агрессии Тевтонцев в отношении приграничных польско-литовских земель. В августе 1409 года Великий магистр Тевтонского ордена Ульрих фон Юнгенген объявил войну Польше и Литве. Рыцари немедленно вторглись в приграничные земли и заняли несколько польских и литовских замков. В ответ на это польский король Владислав II объявил всеобщую мобилизацию. Посполитое рушенье и по договоренности с Великим Князем Литовским Витовтом осенью 1409 года овладел крепостью Бытгош. Обе стороны действовали нерешительно, поэтому вскоре было заключено перемирие. Но длилось оно недолго и уже в начале зимы Тевтонский орден Литва и Польша начали готовиться к новой войне. К началу 1410 года численность орденских войск составила около 60 тысяч воинов. К лету 1410 года общая численность Объединенной армии Польши и Литвы превысила 60 тысяч человек. В начале июля союзники перешли границу ордена в Пруссии, заняв несколько важных пунктов. Навстречу им двинулась армия крестоносцев. Через несколько дней Тевтонцы были наголову разгромлены в ожесточенной битве при Грюнвальде, в которой погиб цвет немецкого рыцарства во главе с великим магистром Ульрихом фон Юнгенгеном. Вскоре отряды союзников осадили столицу ордена – Мариенбург, современный Мальбург. Осада продолжалась два месяца. Однако уставшее и ослабленное польско-литовское войско не решилось на штурм города. Вскоре начались мирные переговоры. Условия мира были относительно мягкими для ордена, учитывая его потери в войне и потенциал союзников. Тем не менее, Торунский мир 1411 года ознаменовал крах завоевательных планов германских феодалов и бесславный конец Тевтонской экспансии в регионе. Согласно договору, Польша возвращала магистру и ордену все захваченные по праву войны замки на землях Пруссии. Со своей стороны, орден должен был выплатить королю в три приема крупную контрибуцию в серебряных пражских грошах. Наконец, за Великим княжеством Литовским оставалась Жемайтея. Но после смерти польского короля Владислава II и великого князя Литовского Витовта, она должна была быть возвращена ордену. 1 февраля 1587 года королева Англии Елизавета I подписала смертный приговор шотландской королеве Марии Стюарт. Так закончилось многолетнее политическое противостояние двух королев. А началось все в 1558 году, когда после смерти королевы Марии Кровавой, старшей дочери короля Генриха VIII, на английский престол вступила его младшая дочь Елизавета. 16-летняя Мария Стюарт отказалась признать право Елизаветы на английскую корону. Она считала Елизавету незаконно рожденной, поскольку брак между ее родителями не был узаконен католической церковью. Более того, будучи правнучкой короля Генриха VII, Мария сама приняла титул королевы Англии. Соперничество Марии Стюарта и Елизаветы стало нарастать после того, как Елизавета начала активно вмешиваться в противоборство протестантов, кальвинистов и католиков, разгоревшиеся в 60-е годы XVI века в Шотландии. В этом противоборстве Мария Стюарт встала на сторону католиков, опиравшихся на поддержку Франции, Испании и Святого Престола. Елизавета же всеми силами поддерживала протестантов. Однако положение шотландской королевы становилось все более шатким, на что не в последнюю очередь повлияли и ее семейные дела, разрыв отношений со вторым мужем, лордом Дарнли, и его убийство в результате заговора в 1567 году. Этот заговор составил фаворит Марии граф Босуэлл, ставший в скором времени ее третьим мужем. После разгрома верных Марии Стюарт войск отрядами протестантов под руководством сводного брата королевы, графа Мирея, в мае 1568 года Марии пришлось бежать в Англию в расчете на великодушие Елизаветы. Елизавета отказала беглянке в свидании, заключила ее под стражу и учредила комиссию из английских пэров для расследования причастности Марии к убийству своего мужа-лорда Дарнли. Но и в положении заключенной Марии оставалась претенденткой на английский престол в случае смерти бездетной Елизаветы. Это обстоятельство воодушевляло сторонников восстановления в стране католицизма и делало Марию центром притяжения всех враждебных Елизавете сил. После многих лет заключения Марии все же были предъявлены обвинения в соучастии в убийстве Дарнли на основании ее писем к Босуэллу, подлинность которых так и не была доказана. В октябре 1586 года суд вынес Марии Стюарт смертный приговор. Елизавета после долгих колебаний 1 февраля 1587 года его подписала и через неделю шотландская королева взошла на эшафот. Согласно завещанию Елизаветы, не оставившей потомства, английский трон унаследовал сын ее казненной соперницы, шотландский король Яков Стюарт. 1 февраля 1793 года революционная Франция объявила войну Великобритании, которая стала основным участником первой антифранцузской коалиции. Коалиция европейских монархий в поддержку Людовика XVI, которую утрачила власть во Франции, стала складываться уже в самом начале революции, то есть в 1789 году. Инициаторами военного вторжения в пределы революционной Франции выступили австрийский император Леополь II и прусский король Фридрих Вильгельм II. Однако до открытого объявления войны дело дошло только в апреле 1792 года, когда сама Франция, не пожелав мириться с враждебными действиями Австрии, объявила ей войну. Австрия заключила военный союз с Пруссией, к которому постепенно присоединились почти все германские государства, а также Испания, Пьемонт и Неаполитанское королевство. В сентябре 1792 года в битве у деревни Вальми французская армия остановила продвижение союзных войск, после чего французский конвент поспешил провозгласить Францию республикой. Отстраненный от власти Людовик XVI предстал перед судом по обвинению в государственной измене и был приговорен к смертной казни. Вскоре после казни короля 1 февраля 1793 года Франция объявила войну Великобритании. С этого времени Великобритания возглавила антифранцузскую коалицию. Англичане осуществляли блокаду французских портов, которая подрывала и так находившуюся в плачевном состоянии экономику Франции. Также британцы высаживали десанты в прибрежных районах и боролись с французским флотом. Война Франции и Англии продолжалась и после того, как в результате удачных действий французской армии в центре Европы, а затем и в северной Италии, Наполеон нанес поражение Пруссии и Австрии, заставив их заключить с Францией мир. Это привело к распаду первой антифранцузской коалиции в 1797 году. Однако Англия, пытаясь сохранить за собой отобранную Францией колонии, отказалась подписывать мир и стала готовить почву для создания новой антифранцузской коалиции. 1 февраля 1842 года император Николай I подписал указ о строительстве железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой. В 30-40-х годах 19 века особенно остров стал вопрос о строительстве надежной магистрали, соединяющей Петербург с центральными районами страны. Это было вызвано необходимостью бесперебойного снабжения населения столицей продовольствием. Кроме того, отсутствие удобных путей сообщения становилось все более серьезной помехой развитию промышленности. В марте 1841 года Николай I повелел учредить комиссию для составления проекта будущей железной дороги. Ее председателем был назначен начальник третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии граф Александр Христофорович Бенкендорф. К сентябрю того же года в комиссию поступил проект и экономические расчеты постройки и последующей эксплуатации дороги. Согласно проекту, стоимость строительства должна была составить 43 миллиона рублей, а ежегодная чистая прибыль 2 миллиона 600 тысяч рублей. Однако, по признанию самой комиссии, прогнозируемая прибыль оказалась сильно завышенной. Проект дороги и оба варианта экономических расчетов были представлены на обсуждение комитета министров, где большинство выступило против строительства. Однако решающее слово оставалось за императором, который, несмотря на возражения комитета министров, выступил за строительство магистрали и 1 февраля 1842 года подписал соответствующий указ. Руководство строительством было возложено на особый межведомственный комитет под председательством наследника престола цесаревича Александра Николаевича. К концу апреля 1843 года трасса была нанесена на карту. Утверждена и принята к руководству при строительстве. Одновременно с прокладкой трассы проводились и гидрометрические изыскания по двум маршрутам – прямому Петербург-Москва и по маршруту Петербург-Новгород-Вышний Волочок-Москва. Новгородский вариант трассы был длиннее на 30 километров и дороже на 17,5%, однако увеличивал объемы перевозок. На заседании Особого межведомственного комитета мнения высших государственных чиновников о маршруте разделились. Точку в обсуждении вновь поставил Николай I, приняв решение о прохождении дороги по прямому направлению без захода в Новгород. Работы по строительству дороги начались в 1843 году и продолжались до 1851 года. В августе 1851 года в Москву отправился царский поезд, состоявший из девяти вагонов. Через девятнадцать часов он благополучно прибыл в древнюю столицу. Официальное открытие магистрали Санкт-Петербург-Москва состоялось в ноябре 1851 года и сопровождалось пуском первого всенародного поезда. Летопись веков. Это история России и зарубежных стран. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok